В памяти вера под замком беспокойным День Победы выдался для украинской столицы. Участников крестного хода заперли в Киево-Печерской лавре. Акцию организовал Союз Православных Братств Украины. Люди собрались в храме, чтобы затем направиться к Вечному Огню. Однако вот после молебна правоохранители закрыли двери снаружи. Фашисты! 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 В итоге заблокированные верующие, в том числе и пожилые люди, вынуждены были перелезать через забор, чтобы выбраться и принять такие участия в акции «Бессмертный полк». Сейчас эмоциями с нами поделится по телефону участник этого крестного хода, публицист Дмитрий Скворцов. Дмитрий, я вас приветствую, но прежде всего поздравляю все-таки не только с Днем Победы, но и с тем, что закончилось. Для вас это нервное потрясение сегодня хорошо. А расскажите еще раз, что вам довелось пережить, и самое главное, вот эти «стражи правопорядка», в кавычках все-таки, как мне кажется, они какие-то извинения вам принесли, или ситуацию хоть как-то пояснили, или просто вот так вот встали живой стеной и решили не пущать вас туда, куда, видимо, невелено и не положено. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Прежде всего, позвольте мне также в ответ поздравить вас, именно как соотечественников с Днем Победы. Но насчет извинений, естественно, никто извинений не принес, потому что вы там, в Российской Федерации, наверное, живете в несколько индустриальных реалиях. То, что вам представляется вопиющим нарушением прав человека, на передвижение, право на высказывание своего мнения, право на молитву, право на принесение, на выражение уважения и право тех предков, которые положили за нас свою жизнь, на Украине давным-давно это норма. Поэтому никто и не рассчитывал на то, что правоохранители принесут какие-то извинения тем людям, которых они ограничили в своем праве отпраздновать этот великий день. Дмитрий, ну скажите, ведь ноги-то откуда-то растут у этой истории. Как вы думаете, а кто отдал приказ сегодня вот этим молодчикам стать таким живым щитом? И я так посмотрела, даже иконы, кресты, ну мало ли, не все из них, конечно, могут быть верующие, но тем не менее не остановили этих бравых бойцов от выполнения своих служебных обязанностей так ревностно. Ну, нам, естественно, не может быть известно, кто именно отдал этот приказ. Возможно, это будет известно когда-нибудь позже, когда состоится трибунал Новый Нью-Йорк на России. Но, в принципе, такую команду мог отдать начальник любого звена. От министра внутренних дел Авакова до скандально известного начальника полиции Киева по фамилии Зазуля, который сегодня лично руководил полицией вот вместе в массовых праздниках. Ну, еще раз повторяю, это настолько для нынешней Украины прозаическая ситуация, что, еще раз повторяю, это аксиома. Дмитрий, Дмитрий, поправьте меня, если я ошибаюсь. Смотрите, вот там женщина, мы сейчас нашим зрителям показываем по кругу, закольцовывая эти кадры, она пытается как-то достучаться до молодого человека в форме, в милицейской. Она ему говорит, наверное, что-то как-то вот, крест ему пытается к лицу поднести. Но есть такое ощущение, опять же, повторюсь, поправьте, если я ошибаюсь, что ребята, они как-то вот глаза в пол все-таки опускают. Стыдно им, что ли, было тем, кто стоит в первом ряду, или они просто лица свои от мобильных устройств, от средств, которые их снимают, старались спрятать, дабы не узнал никто? Вы совершенно правы. Тут даже речь, наверное, идет не о том, что дабы не узнал никто, а речь идет о простом стыде, о пробуждении совести. Они прекрасно знают, что такое крест, они прекрасно знают, что такое старшее поколение, ценности этого поколения. И еще раз, смотрите, многие из этих, там есть и полиция новая, но осталось много и из милиции. Эта милиция стояла на Майдане. Эта милиция 3-4 месяца вытерпела все радости общения с теми людьми, которые ныне являются победителями на Украине. Поэтому, естественно, у многих из них сегодня, и это очень часто, особенно, когда их отсоединяли крестом, они с благодарностью опускали головы, они поддерживали очень многих людей, которые пришли, это было видно, очень многих людей, которые пришли к вечному огню. Но это рядовые полицейские, рядовые милиционеры, они выполняют приказ. Другое дело, многие из них, конечно, понимают, что это приказ преступный, кто-то над этим не задумывается, но люди выполняли приказ. Но при этом было очень много статков. Но вы, как человек верующий, Дмитрий, и все ваши сторонники, все те, кто стояли сегодня с вами в одном строю, наверняка простили этих ребят. Ведь самое главное, до совести, насколько я понимаю из ваших слов, достучаться все-таки удалось. Благодарим вас. Дмитрий Скворцов, публицист, был по телефону на связи с Лайфом и оказался в эпицентре. Скандала, напомню, участников крестного хода, которые хотели присниться к акции «Бессмертный полк», заблокировали. Субтитры подогнал «Симон»